Какой-то Джак, какой-то Тлант Эмборовая, какие-то тачки на белорусских номерах. При чем здесь канал? Да вот при этом. Знакомый силуэт. А вон тот, что стоит подальше. Правильно. Это Нива Куб и Лада Гранта Куб. В данном случае в социальном исполнении для перевозки маломобильных граждан. Дело в том, что интересы компании Шваб и Спецавто теперь распространяются и на Беларусь. Конкретно два вот этих автомобиля в середине апреля были представлены в Минске. Задача данного показа была познакомить белорусскую социальную службу с новой продукцией для того, чтобы участвовать в конкурсе по закупкам. Что представляют собой данные модели, я думаю, вы прекрасно знаете. На всякий случай уточню. Мотор от Нивы, разогнанный до 106 лошадиных сил. Водительское кресло и кресло пассажиры от Нивы. Интерьер сохранен от исходника. И непосредственно пассажирский салон Куб. Надстройка изготавливается в Нижнем Новгороде. Три места здесь. А вместо заднего дивана площадка для установки инвалидной коляски. По точно такому же принципу построена и Лада Гранта Куб. Здесь также передняя часть целиком взята от Гранты. Включая двигатель и переднюю часть пассажирского салона. А в надстройке Куб также остается всего один трехместный диван. И вся задняя часть предназначена для перевозки инвалида непосредственно в коляске. При этом сама аппарель не имеет какого-либо привода и раскладывается вручную. Можно даже одним человеком. При этом вес, который выдерживает вот эта ажурная на вид конструкция, достигает 250 килограмм. А для удобства предусмотрен монтаж поручней по краям. В целом, белорусы оценили обе модели положительно. А те пожелания, которые они высказывали, ранее уже озвучивало российское общество «Параплан». И швабы спецавто, часть из них, даже успели внести в конструкцию машин. А вот это как раз та самая причина, по которой белорусские соцслужбы проявили интерес к российским автомобилям. Именно на этом Mercedes-Benz Sprinter приехали на презентацию белорусские инвалиды-колясочники. Напомню, это Минск, столица республики. Какой транспорт в регионах, вы можете представить. Так что у нижегородцев есть все шансы со своими кублучками закрепиться в данном сегменте белорусского рынка. Потому как никаких новых аналогов «Гранты Куб» и «Ленивый Куб» в данный момент там не представлено.